Здравствуйте! Сегодняшняя лекция посвящается к заболеваниям толстого кишечника и прямой кишки. Рак ободочной кишки занимает одно из ведущих мест в структуре онкологических заболеваний. Поражает обычных людей в возрасте от 50 до 70 лет. В среде злокачественных опухолей органов пищеварения рак ободочной кишки в СНГ занимает третье место в среде других патологий. Новообразование толстой и прямой кишки наиболее часто встречается в экономически развитых странах, что связано с особенностями питания, недостаточным содержанием в рационе растительной печатки и шлаков. В возникновении рака ободочной кишки большая роль принадлежит предраковым заболеваниям, к которым относятся полипы и полипоз толстой кишки. В арсинчетеофоле – неспецифический язвенный колит, а также болезнь хрона. Анатомические строения толстого кишечника. Длина ее достигается до 2 метров. В толстой кишке различаются две основные части. Ободочная, которая в размере до 2 метров и прямая до 20 сантиметров. А также, если смотреть на слайде, различаются следующие части ободочной кишки. Для того, чтобы облегчить представление о кровоснабжении толстого кишечника, мы представляем строение ободочной кишки как квадратик. И будем провести диагональную линию от свежезоночного угла до правой воздушной кости. Выше находящейся от этой диагональной линии снабжается круглую верхней изентериальной артерии. То есть, слепая кишка, восходящая, да и поперечная ободочная кишка снабжается кровью верхней изентериальной артерии. Нисходящий, сигмовидный и часть прямой кишки снабжается кровью нижней изентериальной артерии. Физиология толстого кишечника Выполняет моторная функция, всасывательная и выделительная функции. В толстом кишке происходит всасывание воды до 95%, а также происходит обмен электролитов и газообразных веществ. А также в толстом кишечнике происходит обмен витаминов группы В и витамина К. Гистологические строения толстой кишки Гистологическое строение, так же как и в других частях желудочно-кишечного тракта, состоит из слизистой оболочки, подслизистой оболочки и мышечного слоя. Особенности слизистой оболочки в толстом кишечнике имеются больше лимфатических фолликулов. Основные клинические проявления заболевания толстой кишки Это боли в животе, которые имеются постоянного или схваткообразного характера, выделение слизи и гноя из заднего прохода, кровотечение или примеси крови в стуле, анемия, запор, непроходимость толстой кишки, бездутие живота, понос, пенезми или же ложные позывы, недержание кала и газа. Методы обследования рактологических больных Это пальцевое исследование прямой кишки. Для пассивового исследования больной готовится за день до обследования. В день обследования также можем проводить очистительную клизму. Больной принимает коленолектовое положение или же находится на гинекологическом столе. Будем надевать перчатку с указательным пальцем, ведем через заднего прохода в прямой кишке и будем проводить обследование, будем проводить ревизию через пальцы. Будем смотреть, есть ли болезненное место. Круглим движением будем проследить просвет. Если новообразование, есть ли проходимость, а также при завершении обследования будем смотреть на перчатку. Какой отделяемый, если примеси крови или же гной не отделяемый. Следующее обследование. Ректоромолоскопия. Для этого нам необходим специальный аппарат, так называемый ректоромолоскоп. В экране вы увидите ректоромолоскопа. Это окулярная часть основная и рукоятка. А также для введения постоянного газа имеется баллончик. Больной за день до обследования готовится и будем очистительную клизму вести. А также больной принимает каллино-локтовое положение. И также будем через окуляр смотреть в прямой кишке. Будем обследовать и ревизировать в прямой кишке. Следующий вид обследования – это каллиноскопия. При современном уровне классификации, специалистов и техническом совершенствовании моделей каллиноскоп осмотрит толстые кишки на всем протяжении. При отсутствии огранических сужений возможен до 100% случаев. А также возможно и желательно выдвинуть в 60% введение каллиноскопа подвздошную кишку на расстоянии от 20 до 100 см выше глицикального злослота. То есть возможно будет даже обследовать и подвздошную кишку через каллиноскоп. Как вы на экране видите, специального аппарата каллиноскопа, как и наш фигуративноскоп. И больной будет также принимать коллектовое положение или же боковое положение на левый бок. И будем смотреть визуально через окуляр или же подсоединенный специальный экран. На экране будем смотреть индивизуально, будем смотреть просвет кишечника. И будем в онлайн-режиме собрать информацию. Следующий вид исследований является самым современным. Виртуальная каллиноскопия. Современный высокоинформативный метод исследования кишечника с помощью рентгенского излучения. Он позволяет выявить любые патологические процессы изменения эпидемиальной ткани, а также диагностировать онкологические процессы. Метод исследований является неинвазивным. Также по-другому компьютерно-томографическая колонография. Можно и просвет кишечника, и наружные строения вес кишечного тракта. Можно смотреть через это обследование. А также можно в других разрезах, поперечных, сагитарных разрезах, можно увидеть другие патологические процессы в органах крышной полости. Следующее видеообследование – ирегография. Это рентгенологический метод исследования толстой кишки. При этой процедуре кишку вводите в взвесе бария. После заполнения толстой кишки выполняется серия рентгенологических снимок. В данном снимке мы можем увидеть болезнь гиршпрунга, то есть изменение илодированная часть восходящей ободочной кишки на ирегографии. Аномалии и пороки развития толстого кишечника. Дистопия толстого кишечника. Это значит неформальное или же нестандартное расположение толстого кишечника. Далехокалия. Увеличение в размерах ободочной кишки. Далехосигма. Расширение в размерах сигмовидной кишки. Стеноз толстого кишечника. Сужение просвета толстого кишечника. Атрезия толстого кишечника. Это на каком-то уровне толстого кишечника имеется, когда блок. Они все являются врожденные патологические процессы. Болезнь гиршпрунга. Болезнь гиршпрунга – мегаколон, гигиотизм толстой кишки. Наследственное заболевание толстой кишки связано с нарушением ее эвакуаторной деятельности и сопровождающейся запорами и вздутием живота. Можете встречаться у одного на каждые 5000 новорожденных. Как правило, проявляется у детей и подростков. Также есть статические данные, что встречаются данные патологии у взрослых больных. Этиология. В настоящее время болезнь гиршпрунга является полиэтиологичной. На 7-12 неделях беременности происходит нарушение формирования нервных структур на определенном участке прямой кишки. Происходят значительные изменения в нервных сплетениях аурбаха в мышленном слое и мейстерах в подзывственном слое, а иногда и полное их отсутствие. Существует вариант заболевания с минимальной выраженностью симптомов, что позволяет части пациентам доживать до зрелого возраста, даже не подозревая о наличии у них порога развития толстой кишки. Такие пациенты представляют собой особую категорию больных, требующих нестандартной оценки и индивидуального подхода. Это позволяет рассматривать болезнь гиршпрунга у взрослых в качестве отдельной формы заболевания. Диагностика Значит, жалобы, будем собрать анамнезы, стандартные методы исследований, которые мы указали на выше указанных слайдах, анатомические формы заболевания у взрослых. Нодональная форма гиршпрунга Зона поражения локализуется в нижнеампулярном отделе прямой кишки. Ректальная форма Недоразвитие интрамурального нервного аппарата расправняется на всю прямой кишки. Ректосигмоидная форма Аганглиоз занимает всю прямую и часть или же всю сигмовидную кишку. Субтотальная форма гиршпрунга В аганглионарный сегмент включена поперечная ободочная кишка. Тотальная форма Гиршпрунга Поражение всей толстой кишки. Клинические картины Больных беспокоят запоры Вздутие в животе Боли в животе Которые имеются постоянного характера Асимметричность в животе За счет дилатированной части Измененной части кишечника Парадоксальный понос Бывает Понос Бывает Запоры Периодически Общие произники Интоксикации Слабость Или же диспертические явления Так же как на фото Видите Больные Отличаются от своих Своеросников По Уму развития Они остаются Лечение Лечение Основное При гиршпрунге Как и у взрослых И у детей В настоящее время Является хирургическим Используется Принимается Операция Дюмела Дюамеля Упольняется Резекция Ободочной И прямой Кишки С удалением Агангелинарной Зоны И формированием Колоректального Концебокового Ретро-ректального Анастомоза Успех Хирургического Лечения Боли в гиршпрунге У взрослых Зависит От следующих Обстоятельств Радикалность Узаления Агангелинарной Зоны Объем Резекции Декомпенсированных Отделов Ободочной Кишки И адекватная Подготовка К операции Следующая Патология Неспецифический Язвенный Калит Неспецифический Язвенный Калит Хронические Воспалительные Заболевания Толстой Кишки Поражающие Как правило Слизистые Оболочки Прямой И других Отделов Толстой Кишки Имеющие Рецидивирующие Или же Непреревное Хроническое Течение Этиология И патогенез Имеются Некоторые Этиологические Данные Значит Возможно Инфекционные Кищеварения Этиологии Дистальные Калит Язвенные 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 И осложнения И осложнения Перфорации Кровотечения Токсическая Делатация Или же Стеноз И Малигнизация На Фото Имеется Единичная Измененная Часть Просвета Толки Кишечника А также В другом Вариате Имеется Распространенные Изменения Характера Для Неспецифического Язвенного Калита Клиника При Острой Форме У 10% Бальных Неспецифических Язвенных Калит Отмечается Понос До 40 Раза В сутки Выделение Скалом Крови И слизи Иногда Отмечается Выделение Гноя Сильные Бои По всему Животу Тенезмы То есть Ложные Позывы Рвота Высокая Температура Тела А также Крови Можем Видеть Признаки Воспаления Общего Организма Дифференциальные Диагности Мы должны Провести Дифференциальную Диагностику С следующими Патологиями Дизентерия Для того Чтобы Дифференцировать Мы должны Собрать Анамнез При дизентерии Основное Это Инфекционная Анамнез Или же Эпиданамнез Практиб При анаскопии Или же Практоскопии Можем Определить Воспаление Прямой Кишки Называется Практиб Болезнь Крона При болезни Крона Хронический Воспалительный Процесс Который Потенциально Может Поражать Любую Час Кишечный Тракт От Ротовой Полости До Ануса Лечение При Неспецифическом Язвенном Калитике При Неосложненном Форме Консервативное Лечение Диета Богатие Беликами Ограничение Углеводов И молочных Продуктов Десенсибилизация И антигистаминные Препараты Димедроль Дипальфен Супрастин Тавигиль И другие Витамины У этих больных Отмечается А-витаминоз Или гиповитаминоз Значит Мы должны Назначить Витамины Группы В и А Бактериостатические Препараты Этазол Талазол Энтеросептол И саллапиразидон Также Сероидные Гормоны По схеме Приднезолон Или же Дексаметазон При развитии Осложнения Мы будем Принимать Хирургические Методы Лечения Как мы указали В классификации При кровотечении При перфорации Или проводении Язвы И при Токсической Дизодации Мы будем Принимать Хирургические Лечения Для Ликвидации Осложнений Следующая Патология Дивертукили Дивертикул Ободочной Кишки Называется Ограниченные Мешковидные Выпячивания Кишечной Стеньки То есть Ободочной Кишки Дивертикулез Состояние Состояние Характеризующееся Наличием Множества Дивертикулов Рассеянных На всем Притяжениях Кишки Или же Сконцентрированных На одном Участии Частота Встречаемости Дивертикулов Составляет До 24% При этом Около 30% Патентов Находится В возрасте 50 лет И 70% До 80 лет Отмечается Рост Заболеваемости В экономически Развитых Странах Что связано С уменьшением Потребления Растительной Пишки Увеличением Продолжительности Жизни И высокими Схеминациональными Нагрузками Дивертикуле Ободочной Кишки Проявляется В результате Нарушения Эмбриогенеза То есть Возможность Врожденного Характера Или же В процессе Жизни Человека Наиболее Вероятное Грижевая Объясняющаяся Развитие Дивертикулы Дивертикулов Ослаблением Соединительного Канала Кишечной Стенки И повышением Внутрикишечного Давления Слабым Местом Является Место Происхождение Кровеносу И Лимфатических Сосудов На экране Вы видите Гизиологические Строения Дивертикулов И Интероперационный Вит Дивертикулов То есть В этом Отмечается Дивертикулез Дивертикулез И Тоцов Кишечника Классификация Дивертикулез Тоцей Кишки Без клинических Проявлений Заболевания Клиническими Преявлениями Эта форма Характеризуется Симптомокоплексами Причащим Боли в животе И различные Нарушения Функции Кишечника Следующие Осложненные Дивертикулезы Какие осложнения Можно будет Встречать Дивертикулез То есть Воспаление Дивертикула Перфорации И кровотечение Дивертикула Клинические Проявления Появляются Только при развитии Осложнений Дивертикулез Появляется Болью Внизу живота Неустойчивый Стуль Снижается Аппетит Проявляется Тошнота Изредка Рвота И клиническая Картина Весьмосходность Таковой При остром Аппендиците Но все Симптомы Появляются Слева При перфорации Дивертикула Свободную Брусную Полость Вызывается Киритонит Это осложнение Оказывается У 27% Который Страдает С Дивертикулем Лечение При неосложненном Виде Принимается Консервативное Лечение Диета Спазмолитики Антибиотики Сульфалинамидные Препараты И теплые Клизмы С растворами Антисепти Хирургическое Лечение При осложненной Форме Перфорации Когда развивается Кишечная Проходимость Внутренние Спищи Массивные Кровотечения Вырежены Дивертикулиц Частыми Обострениями При Визуспешности Дивертикулиц При Дивертикулице Толстые Кишки Удаляет Выраженный Участ Кишки Или Резессируется Или по-другому Называется Гимикон Ихтомия Селесообразно Сочетание Этхоперации С Метамии Ободушечной Кишки Что ведет К снижению Удропросеклого Давления Следующая Патология Это Полипы И Полипоз Ободушной И прямой Кишки Полипы Это Доброкачественные Опухоли Толстой Кишки Собирательный Термин Используем Для Обозначения Различных По происхождению Патологических Образований Полипы В 75% Случаев Встречается Сигмовидной Или же Прямой Кишки Уделяются Ювенильные Гиперпластические Железистые Одиноматозные Железистые Ворсинчатые Ворсинчатые И Диффузный Полипоз Толстой Кишки Лечение Это Это Основное Где Имеется Полип Надо Будет Сделать Полипектомию В современной Медицине Используются Эндоскопические Методы Полипектомии Путем Электрогуляции Или Или же Наложением Клипсы На сосудах В избежание Кровотечения А также Для того Чтобы Вызвать Уменьшение Снабжение Крови Этой Полипы В подавляющей Большинстве Исследователей Справедливо Считает Что Рак Одинокарцинома Толстой Кишки В подавляющем Большинстве Случаев Растет Из Доброкачественного Полипа Но Где бы Не имеется Полип Есть возможность Что В дальнейшем Этот полип Переходит К Злокачественному Характеру Рак Ободочной Кишки Злокачественная Эптериальная Опухоль Поражающая Чаще Дистальная Адет Толстой Кишки Длительное Время Может Продекать Бессимптом А лишь На Носительно Поздных Стадиях Проявляются Признаки Кишечного Кровотечения Запоры А также Боли В животе Разные Инфессивности Имеется Четыре Стадии Рака Ободочной Кишки Первая Небольшая Ограниченная Опухоль Локализующаяся Тольше Слизистой Оболочкой Или же Подсидство Слоя Метастазов Не Определяется Вторая Стадия Вторая Опухол Больших Больших Размеров Но Занимает Не более Половокруженности Кишки Не выходит За ее Передели Без метастазов Региональных Лепатических Лепатических Кузлов Б Вторая Опухол Того же Или же Меньшего Размера С одиночными Метастазами Ближайшие Лепатические Узлы Третья Стадия Также Разделяется На Б А И Б А Опухол Занимает Больше Половокруженности Кишки Прорастает Всю ее Стенку Или же Соседную Брюшину Без Метастазов Региональных Лепатических Узлов Б Опухол Любого Размера При наличии Множественных Метастазов Региональные Лепатические Узлы Четвертая Стадия Это Общирная Опухол Прорастающая Соседние Органы С Множественными Метастазами Региональные Лепатические Узлы Или же Любая Опухоль При наличии Отдаленных Метастазов Клиническая Картина Зависит От Локализации Опухоли Типа Ее Роста Размеров Наличия Осожнений Какие Клинические Может быть Проявления Болевые Ошущения Кишечный Дискомфорт Кишечные Расстройства Патологические Выделения Нарушение Общего Состояния Больных И иногда Наличие Пальпируемой Опухоли Болевые Живатели Отмечаются У 90% Больных Особенно Часто Боли Возникают При Локализации Опухоли Правой Половины Ободушной Кишки Боли Связаны С воспалением Зоны Распадающейся Опухоли И переходом В воспалительном Процессе На брюшины Боли Могут Быть Незначительными Приступимы Но при Развитие Кишечные Проходимости Становятся Очень Интенсивными Или же Схваткообразными Кишечный Дискомфорт Проявляется Потеря аппетита Отрижкой Тошнотой Чувствами Тяжести Погастрального Область Кишечные Расстройства Вызванные Воспалительными Изменениями В стенки Кишки Нарушением Ее Моторики И сужением Просвета Они Проявляются Запорами Поносами Чередованием Запоров И поносов Урчанием В животе Сдутием Живота При резком Сужении Просвета В кишке Развивается Аптурационная Кишечная Непроходимость Патологические Выделения То есть Примес Крови Гноя Слизи Калия Отмечаются У 50% Больня Кровь Калия Приявляется В результате Распада Опухоли А слизь И гной Вследствие Воспаления В зоне Распада И сопутствующего Калида У некоторых Больных Единственным Клиническим Выражением Заболевания Является Наличие Пальпируемой Опухоли Чаще Правой Половины Ободушной Кишки Клинические Формы Токсикоанемическая Форма Рака Проявляется Слабостью Повышенной Утомляемостью Субтегрильной Температурой Бледностью Кожных Покровов За счет Анемии И Энтероколитическая Форма Заболевания Характеризуются Выраженным Кишечными Расстройствами Вздутием Живота Урчанием Животе Чувством Распирания Запорами Поносами Возникают Тупые Нующие Боли В животе Калия Обычно Есть Примес Крови И Слизи Диспептическая Форма Проявляется Потеря Аппетита Тошнотой Отрыжкой Рвотой Чувством Тяжести И Вздутием В эпикоэстральной Области Болями В верхнем Этаже Живота Обтурационная Форма Ведущий Симптом Обтурационной Формы Рака Кишечной Проходимости Это Кишечная Проходимость При этом Возникает Противообразная Боль Веживатия Урчание Веживатия Вздутие Асимметрия Чувство Распирания Неотхождение Газов И Кал Вначале Эти симптомы Сместительным Проходом Эпизодически И повторяясь Что характерно Для частичных Кишечной Проходимости Ксердовоспалительная Оформа Характеризуется Болями В животе Повышением Температуры Тела Кишечные Расстройства Выражены Слабо В анализе Крови Являет Ликотитоз Повышение Скорость Соседания Эротротитов Обхоловидная Форма Приданная Форма Рака Обхоли В животе Обнаруживает Или сам Больной Или врач При обследовании Исследовании Больного При этом Других Проявлений Опухоли Ободочной Кишки У больного Нет Или же Они Выражены Очень слабо В современном Практологии Практонкологии Принимается Классификация По системе TNMTG T Тумор T0 Произники Первичной Опухоли Отсутствуют TIS Внутри Эпилеальная Опухоль T1 Опухол Занимает Незначительную Часть Стеньки Кишки Прорастает Подслизстую Оболочку T2 Опухол Занимает Полобину Окруженности Кишки Прорастает Мышечный Слой T3 Опухол Занимает Более 30 Или же Всю окруженность 30% Или же Всю окруженность Кишки Служивая Просвет Прорастает Субсирозную Основу T4 Опухол Занимает Весь Просвет Кишки Чем Вызывает Кишечная Непроходимость Или Прорастает Соседные Органи Н Нодус Н Экс Нет данных О наличии Метастазов В региональных Лимфатических Узлах Н Нол В региональных Лимфатических Узлах Метастазов Не определяется Н1 Н2 Н3 Поражения Разных Групп Лимфатических Узлов То есть Коллекторов 1, 2, 3 Порядка Величина И характер Поражения Одиночные Может быть Или же Множественные М Это Метастазы М0 Отдаленных Метастазов Нет М1 Отдаленные Метастазы Есть П Penetration П1 Опухол В пределах Слизистой Оболочки П2 Опухол Прорастает В подслизистую Оболочку П3 Опухол Прорастает В мышечный Слой Стосирозного И П4 Опухол Прорастает В сирозной Оболочке И выходит За предели Органа Г Гадус Г1 Опухол Низкой степени Злокачественности Высокодифферентированная Опухол Г2 Опухол Средней степени Злокачественности Низкодифферентированная Г3 Опухол Высокой степени Злокачественности Недифферентированная Опухол Это все Определяется Интероперационной Или же по анализам гистологии. Какие могут быть осложнения опухоли? Кишечная непроходимость, когда всю просвета занимает опухоль или же сдавливает изнаружи. Воспаление окружающих опухолей тканей, перфорация опухоли, кровотечение кишечное и свечи между облудочной кишки и соседними органами. Для выявления мы будем собрать анамнезы, жалобы больного, а также инструментальные исследования. Виртуальная колоноскопия или же муслистатная компьютерная томография больше информативным является приопухолей облудочной кишки. Лечение. Основное это хирургическое. То есть радикальным лечением опухоли хирургическое. А также принимается ключевая и химиотерапия при раке облудочной кишки, хотя оно является малоэффективным. В обе методы лечения имеются показания. Летальность. При радикальных операциях, выполненных по поводу рака облудочной кишки, составляет до 8%. Пятилетная выживаемость зависит от стадии заболевания и степени дифферентировки клеток опухоли. И среди радикального оперированных составляют средние 50%. Заболевание прямой кишки. Болезнь прямой кишки поражает 11 человек из 10 тысяч населения. Однако отмечено, что при тишательном первичном профилактическом осмотре у 30% людей являются болезни прямой кишки. История. Болезни прямой кишки начали изучать еще в Древней Египте, Индии, Греции. Аноректальный свеж впервые описан Гиппократом в 430-е годы до н.э. Пиротерапия при геморрое впервые описана в 1869 году. Анатомия прямой кишки. Анатомические строения. Зубчатая линия. Пирианальная кожа. Задоброходная кожная линия. Нижнепрямокишечное генозное сплетение. Связка паркса, который доходит до внутреннего синктора. Верхнее промокишечное генозное сплетение. Циркулярный слой мышцы. Мышечной оболочки. И продолный слой мышечной оболочки. То есть, как и других частей постового кишечника, имеются слизистые, последствия, мышечные слои прямой кишки. То есть, делится на три части. Верхнее, среднее и нижнее. То есть, прямой кишки. А также имеются сфинкторы. Развитая мышечная структура. Элеватор Анны. Клютеус максимум и минимум. Снабжение кровью. Значит, артерия. Какие артерии снабжают кровью и мой кишки? Верхняя и средняя часть снабжаются кровью нижней центральной артерии. А нижняя часть снабжается кровью через внутренние подвздошные артерии. Соответственно, значит, из нижней части кровь, венозный кровь, уходит через подвздошные вены и вливается в нижние полые вены. И вверхная часть уходит в портальные вены. И здесь же образуются партакованные анастомозы. В области ануса хорошо развита вокруг прямой кишки жировая клетчатка. Имеется как области, или же по-другому назвать спатиюм. Ищеректальная спатиюм, где имеется жировая клетчатка. Фильгоректальная спатиюм и перианальная спатиюм. Физиология. Какие функции выполняет прямая кишка? Эвакуаторная, то есть окончательное место пищеварения. Резервуарная. И всасывать. Какие заболевания мы должны изучать в прямой кишке? Врожденные аномалии развития прямой кишки. Неопухолевые заболевания прямой кишки. И опухолевые заболевания прямой кишки. Врожденные. Как мы и сказали в других частях, и в прямой кишке тоже отмечается болезнь гиршпрунга, то есть аганглионарная мегиполу. И врожденные атрезии заднего прохода и прямой кишки. Аномалии развития заднего прохода и прямой кишки встречаются у 0,2% всех новорожденных. Среди них наиболее часто встречается стеноз заднего прохода, атрезия заднего прохода и прямой кишки. и атрезия прямой кишки. По классификации атрезии отмечается глубокая, верхняя, средняя. На этом слайде мы схематично показываем атрезии прямой кишки. Стеноз заднего прохода и прямой кишки. И атрезия прямой кишки. Основными диагностическими признаками это отсутствие заднего прохода у новорожденного при осмотре или же задержка отхождения стула и газа впервые 24 часа с момента рождения. И на этом помогает нам рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта. Лечение. При атрезии и стеноза принимаются хирургические методы лечения. Операция при атрезии заднего прохода и проходного отверстия при промежностном доступе через продольный разрез. Продольным разрезом обнажается слепой карман прямой кишки. Здесь линия разреза и обнаженная прямая кишка. И искусственно образуется, формируется задний проход. Неопухлолевые заболевания прямой кишки. Геморрой, трещина и гнойные воспалительные заболевания прямой кишки и около прямой кишечной клетчатки. Геморрой. Это расширение кровенозных телец прямой кишки наиболее часто встречается в коллапрактологической патологии. Геморрой им болеет примерно 13 из 100 больных и 100 человек. А его убильный вес в общей структуре заболевания прямой кишки составляет 40%. Болезни встречаются почти одинаково часто среди мужчин и женщин в возрасте 30-50 лет. На экране мы видим внутренние и наружные геморрой дальные узлы. Геморрой дальные узлы. Формирование геморрой дальных узлов способствует постоянные запоры, постоянные поносы, длительный кашель, рвота, длительная чрезмерная нагрузка на брюшной мышце, суживающие пространство в малом тазу, при обхулях или же беременности, при портальной гипертенции. Значит, в трех позициях обычно отмечаются геморрой дальные узлы. Это слева литеральная, справа задняя и справа передняя. Обычно в этой позиции расположения геморрой дальных узлов отмечается по часовой стрельке или же по цифер-2. К примеру, геморрой второй или третьей степени, запятая, 3, 6, 9. Значит, по часовой стрельке этой узли находится 3, 6 и 9. Геморрой, геморрой дальные узлы выходит или делится внутренний и наружний. До сфинктера, если определяется это внутренний, после сфинктера это наружные геморрой дальные узлы. Клинические стадии. Первая стадия. Внутренний геморрой дальный узель прошуковается, как на бухане, его можно видеть только при фрактоскопии или леноскопии. Вторая стадия. Внутренний геморрой дальный узль при понатуживании выпадает через анальное отверстие, но после окончания натуживания спонтанно репанируется на своем месте. Вторая стадия. Заболевание внутреннего геморрой дального узла выпадает через заднепроходное отверстие и спонтанно не репанируется, только под давлением из вне они возвращаются на свое место. То есть пальцами больнее будет вправлять на свое место этого геморрой дального узла. На четвертой стадии. Внутренний геморрой дальный узель уже постоянно выходит, находится вне заднего прохода, проходного отверстия, и не репанируется даже под давлением из вне. То есть она будет находиться постоянно внаружи. При анаскопии можно сразу видеть. Лечение геморрой. Имеется некоторые консервативные методы. Баночки, ромашки. И медикаментозные. То есть мы будем дать винотоники, хлевотоники. Есть такой, в составе имеется ясмин, петрулекс. С одной таблетки два раза в день до 30 дней можно будет назначать. Потому что она растительного характера в составе. А также можно использовать свечи разные. Практозан, рельеф. Где в свечах имеются и обезболивающие, и противовоспалительные, и хлевотонные. Следующий вид лечения – это сферотерапия. Применяется для лечения пациентов, у которых диагностируют первые или вторые степени геморройдальных узлов. Как способ остановки кровотечения метод принимается у пациентов в четвертой стадии в плане подготовки к коллегированию геморройдальных узлов или латексным колцом или же геморройдиктомией. То есть перед операцией можно будет принимать для возбежания кровотечения во время операции. Как это делать? Есть специальные склерозанты, или же 90%-этилерискерты. Есть такой препарат – этоксисклерол. Через аноскоп определяется место узлов геморройданов и набранный в шприце лекарства склерозант. Вводится именно в геморройданном узле. Оно вызывает, значит, обитирацию просвета расширенного геморройдана узла, и с этим путем они склерозуются. Следующий – легирование внутренних геморройданных узлов. В результате мини-инимативно, бескровная процедура, заключающаяся в належении лигатуры специального колца из латекса силикона на основании расширенного геморройданного узла. Как на экране вы видите стадию, этапы установки латексного колца на основе геморройданного узла. В результате этого прикрывает сосудистый кровоток, узель отмирает и при опорожнении выводится из прямой кишки. Следующий метод. Метод лазерной коагуляции геморройданных узлов лечения наинского геморройда. Для коагуляции или прожигания геморройданных узлов используется длина волны лазерного излучения в диапазоне от 1,3-2 до 1,6 микрометров. В результате на месте геморройданных узлов развивается нижняя лицевая ткань и геморрой отступает. Имеются противопоказания относительные для данной методики. Беременность при период лактации, тяжелые сопутствующие заболевания, психические заболевания, онкологические заболевания, устро-инфекционные заболевания, а также обострение некоторых сопутствующих патологов. Следующая методика – инфракрасная фотокоагуляция. Это процедура лечения геморройя в первой и второй степени с использованием мощного кучка инфракрасных ключей. Для коагуляции применяется инфракрасный коагулятор, состоящий из силового блока, ручного аппликатора, из жесткого кварцевого светового вода с теплоновым наконечником. Тепловая энергия вызывает небольшой ожог с листью оболочки рядом с геморройдальным узлом, а впоследствии рубец на слизи, перепятствующий по ступени крови в геморройдальный узель. Геморройдальный узель истошается и истязает. Принято производить сеанс инфракрасный коагуляция для одного узла каждый раз. Интервал между сеансами должен составлять 14 дней. Следующая методика – это дезартеризация геморройдальных узлов. Для трансональной дезартериации внутренних геморройдальных узлов, иначе технология геморройдал артерии легейшн, применяется в специальный хирургический аппарат. Устройство состоит из анаскопа, в стенку которого вмонтирован ультразвуковый датчик, соединенный с переобразователем звука. При обнаружении геморройдальной артерии шум инфрации переобразуется в звуковый сигнал, и таким образом врач получает возможность обнаружить все артериальные сосуды, проходящие в выходном отделе прямой кишки. Количество обычно артериальных сосудов может варьироваться от 3 до 10 и более штук. Выше ультразвукового датчика в анаскопе располагается окно, через которого производится прошивание и перевязка выявленных сосудов. Этот шум надежно ликвидирует приток артериальной крови и геморройдальному узлу. Другие хирургические методы – это операция Мельнина-Морган, Милаган-Морган, операция по способу Паркс и Рыжин. Операция по Милаган-Морган – все три геморройдальные узлы перевязываются, как на экране, и отсекаются от основы. Операция Паркса также сделается под местную или спинальную анестезию, а при этом узель отпрепаривается внутрь, от анодермы, снаружи от внутреннего спинктера. Этим путем уделяется геморройдальный узл. Следующая патология – трещины заднего прохода. Среди всех болезней прямой кишки трещина заднего прохода занимает по частоте третье место после калитов и геморроя. Трещина заднего прохода часто наблюдается у женщин, даже до 6-10%, возраста от 30 до 50 лет. Обычно трещины имеют длину до 2 см, ширину 2-3 мм. Наиболее часто трещины заднего прохода расположены в области задней комиссуры, что обусловлено травматизацией этой зоны при дефекации. Может быть несколько трещин, в таком случае наиболее типичные локализации их – передные и задные комиссуры, зеркальные или же такие называются трещины. Направление обычно продолжено. Трещина заднего прохода проявляется весьма болезненно, поэтому доставляет членовику дискомфорт, а иногда физические страдания. Это связано с многочисленностью нервных окончаний на этом участке. Поскольку дефект самостоятельный не заживает, признаки заболевания могут проявляться годами, и основные следующие признаки – следы крови после дефекации, боли жжения и пощипывания во время и после опорожнений кишечника, спазма анального сфентра, зуд в задном проходе и наличие сторожевого бугорка в органической форме. Классификации. По локализации – передная, задная и боковая. По числу дефектов в лист оболочке – единичные и множественные. По течению – острые, хронические. То есть, когда до месяца обнаруживается, это острый период, после месяца – называется хронический период. Лечение. Есть такая методика химическая сфинтротомия, или же инъекция бакулотоксина. В сфинтре вводится инъекция, при этом за счет расслабления или же за счет расслабления нервных сплетений, увеличивается или же улучшается кровоснабжение в этой области, и оно дает, возможно, дает заживление, измененные части этого вращения. Латеральная сфинтротомия. Так же, как и химическая сфинтротомия, здесь же тоже лежит, что основа данной методики – улучшение кровоснабжения после сфинкера. И следующее, это радикальное метод лечения – это иссечение трещин. Путем, вот как на экране вы видите, рассечением по краям трещины до здорового ткана ушивается с листья оболочки неприлемым углом, неприлемым углом рассасывающим материалом. И с этим путем мы будем ликвидировать трещины. Следующий вид патологии – это парапрактик и практик. Практик – это воспаление, как мы указали в кишечке, самого прямой кишки, а парапрактик – это, значит, ближе находящее, ну, не воспаление, ближе находящее жировой клетчатки. Значит, протекает острый или же хронический. Парапрактик – одно из самых частых протологических заболеваний, до 40% пока встречается. Оно по частоте стоит на четвертом месте после геморроя и анальных трещин и колитов. Мужчин болеют парапрактиком чаще, чем женщин. Инфекция чаще проникает через анальные слизи, чижелети, поврежденные слизистой оболочки прямой кишки и гематогенным, лепогенным путем и соседних органах, пораженных воспалительным процессом. Основное – это, значит, клинические проявления, это боль, где имеется воспаление, то есть пять признаков воспаления – это, значит, гиперемия, боль, нарушение функций, температура места и отек, как вы видите на экране. И для диагностики используется основное – это физиолография, фрактология, физиолография используют для обувления и дифференциальной диагностики при заболеваниях аноректальной и крестцовой в кубочковой области и при обнаружении свечей. Лечение. Основной целью операции является ликвидация свечевого входа или же гнойного процесса, с наружным и внутренним отверстием вскрытия и драйонирования гнойных запеков при их наличии. Отдельно хотели остановиться лапароскопической фрактологии. Значит, эпоха лапароскопических технологий в хирургии толстой кишки началась с 91-го года прошлого века, когда Джекобс выполнил первую лапароскопически ассистированную правосторонную гемиколиктомию. После этого начали изучать лапароскопические технологии, приемы лапароскопической технологии фрактологии. Значит, в данное время выполняется лапароскопическая гемиколиктомия, лапароскопические резекции поперечной ободочной кишки и сигмовидной кишки, а также прямой кишки, а также есть возможность выполнения лапароскопически ассистированной так называются операции экстерпации прямой кишки при разных патологиях прямой или же ободочной кишки. Значит, практика врача общей практики при данной патологии, при поступлении больного с заболеванием прямой кишки врачу в общей практике необходимо провести тщательно собрать анамнез, провести ректоромоноскопию, провести калоноскопию, провести лабораторные методы исследования, провести и при необходимости направить больного к специалисту или же хирургический стационар. Спасибо за внимание. Продолжение следует...